товарищи сегодня так все готовы сегодняшняя тема лекции у нас это холодильные машины то есть как получить холод как охладить что-либо а конкретнее всего какой-нибудь кладоноситель который нам нужен допустим потому что нам всегда летом надо получить холод так поэтому мы назовем так холод получение получения холода получения повода значит вот в принципе зимой мы можем получить холод используя что например вот мы живем если на юге есть море вода оставая до низких температур мы можем этот холод использую да какие температуры у нас выше нуля допустим плюс 4 плюс 5 плюс 10 до зимой нам холод такой не нужен нам основном вот когда летом а летом у нас температура воды обычной морской достигает и до 30 градусов вода которая в гор водоводе у нас может быть и доски достигает тоже и плюс 30 до градусов плюс 40 может быть иногда это уже зависит а для каких-либо целей промышленных каких-то охлаждения чего-то кондиционирования воздуха нам нужно что холодильная вода который имеет температуру ну как минимум хотя бы градусов плюс 10 до 10 градусов такую воду где мы можем получить и потому что с помощью воздуха с помощью воздуха градирник до которые контактирования атмосферного воздуха с теплой водой какой-то мы можем охладить воду летом ну максимум до плюс 25 25 все ниже уже мы это сделать не можем почему можем потом как-то обсудить потому что физически уже не позволяет даже температура воздуха будет на улице плюс 35 за того чтобы влажность будет 50 60 процентов мы сможем отобрать воды тепло и и понизить до плюс 25 год любой плюс 30 40 который мы имеем мы можем снизить сюда сюда мы перейти никак не сможем на плюс здесь поэтому мы сегодня рассмотрим немножко законы термодинамики начнем что такое термодинамика от греческого термодинамика это тепло и сила какая-то мощь то есть законы которые изучают как передается энергия от чего куда как она взаимодействует то есть есть закон сохранения энергии есть три закона термодинамики что такое законы чем они от правила отличаются законы они всегда выполняются ты знаешь их не знаешь их но они всегда выполняются у них нет исключения у правил всегда есть исключения какие-то да вот по каким-то прав у законов исключения не эти законы были сформулированы и один из первых за первый закон термодинамики если вкратце в общем не вдаваясь формул говорит о том что есть закон сохранения энергии энергия не может ниоткуда взяться и никуда деваться она может трансформироваться из одной в другую и переходить из одной в другую и например имея количество какой-то теплоты мы можем это количество теплоты расходовать на внутреннюю энергию какого это тела внутренняя энергия то что определяется температурой тела то есть мы можем разогреть какой-то газ предположим повысить его температура и эту энергию также можно расходовать на превращении какую-то работу приведу пример например то есть у нас есть какой-то объем заполненный каким-то газом например воздух предположим до су так обозначает и находится какой-то поршень до данный газ находится при какой-то атмосферном давлении одна атмосфера и температуры предположим 20 градусов по цельсию возьмем этот газ постоянно комфорту и начнем подогревать то есть передавать какое-то количество количество теплоты обозначается какое-то количество теплоты значит что начнет происходить данный газ начнет повышаться его температура так молекулы начнут практически двигаться температура начнет расти так так как находится сверху поршень эксперт поршень начнет расти с температурой что и давление начнет расти поршень начнет подниматься если мы поставим сюда какую-то гирьку допустим захотим ее поднять какой-то высоты отметки 0 метров она поднимется на какую-то отметку допустим один поршень начнет подниматься из-за того что газ начнет греться расширяться и так далее то есть количество теплоты которым мы подали пойдет на то чтобы разогреть газ на изменения внутренние и на совершение какой-то работы поднятия гирки с нуля метод на один это говорит первый закон термодинамика это мы для общего смысла чтобы понимали как пример что есть энергия которая откуда заберется куда-то трансформируется то есть количество теплоты можно трансформирует и в работу энергию можно в электрическую энергию можно внутреннюю можно температуру не повышать только в работу перевести температура повышаться не будет а будет расходоваться только на работу это как пример трансформирования энергии так вот сейчас мы подойдем ко второму закону термодинамики который мы хотели бы рассмотреть в рамках получения холода так вот о чем нам говорит второй закон термодинамики ближе нашему процессу если мы имеем температуру воды допустим плюс 25 до и у нас есть вода допустим плюс 10 градусов а мы таким получить воду с температурой например плюс 5 градусов если мы смешаем вот эти две воды между собой поставим одну чашечку в другую предположим да это все удалим возьмем стаканчик большой такую ложечку воду который будет плюс 30 и поставим ее стакан которую нальем воду температурой плюс допустим 10 то в какую сторону у нас будет переходить энергия от плюс 30 плюс 10 или сюда и плюс 10 и вода будет остывать пусть становиться плюс 5 которое нам надо а это будет наоборот нагреваться и переходить допустим 40 или плюс 35 до так будет процессы или наоборот здесь не наоборот то есть вот это у нас будет температура что нагреваться и переходить в сторону плюс 15 а это у нас будет что уменьшаться и переходить плюс 25 второй закон термодинамики говорит о том что невозможный переход теплоты от меня нагретого тела к более нагретому телу если так коротко сформули это понятно это закон кроме случаев каких-либо воздействий над системой так вот если мы хотим вот этот процесс произвести то есть от того что мы имеем воды до которой есть у нас в реальности получить энергию и ее нагреть от той воды которую мы хотим отобрать тепло и захолодить ее то мы должны создать специальную холодильную стану так давайте ее вместе и сделаем как отобрать от менее нагретого тела тепло и передать его более нагретому телу потому что просто его отобрать и куда-то выбросить невозможно мы знаем первый закон термодинамики энергия ниоткуда не берется никуда не девается да просто отобрать от воды допустим какой-то плюс 25 и охладить ее до плюс 10 плюс 5 просто отобрать и куда-то спрятать растворить так невозможно ее нужно отобрать оттуда получить холодную воду то что мы хотим да ну что мы хотим плюс 10 плюс 5 какой нам надо и потом передать ее значит более нагретому телу потому что меня нагретого у нас нет так бы мы им пользуются это понятно вот два закона третьем мы не будем сейчас рассматривать поэтому давайте сделаем эту холодильную машину как отобрать это тепло давайте это удалим с этим понятно вопрос есть давайте возьмем какую-то водичку которая сказал что в реальности в жизни с помощью атмосферного воздуха можно охладить где-то до плюс 25 теперь можно и ниже но берем самый жаркий период самой высокой какой-то важностью получим водичку возьмем нальем в такую емкость водичку и напишем стоит температура плюс 25 градусов по цельсию напишу вода выберем воду как один из простых таких холодильных носителей которые используются много где потом мы обсудим где ее можно использовать какие другие носители можно все имеем такую водичку теперь нам надо отобрать отсюда тепло каким образом мы будем избирать для этого нам потребуется 3 какой-то скажем так не 3 посредник назовем так его посредник который называется хладонами в холодильной техники который будет с помощью иметь какую-то возможность испарения температуру испарения ниже температуры которую мы имеем воды что это говорит что есть его температура испарения находится ниже предела температура испарения воды температура испарения воды например при атмосферном давлении какая плюс 100 мы можем использовать воду для хважей нет ну что просто надо ниже такие различные элементы мы знаем есть их целый перечень один из таких элементов это аммиак значит при атмосферном давлении я напишу здесь давление здесь температура испарения при атмосферном давлении одна атмосфера его температура испарения минус 30 сколько точнее минус 33 35 до если точно радусов по цельсию очень минус 33 4 при этой температуре он будет кипеть то есть если взять аммиак жидкий аммиак создать ему давление при атмосферном давлении его температура же он будет кипеть при минус 33 и 4 то есть мы можем взять сюда поставить стаканчик с аммиаком налить сюда месяц так жидкий это будет аммиак жидкий и поставить его стаканчик с водой что будет происходить что будет происходить сами он начнет испарят абсолютно правильно он начнет испаряться превращаться в газообразными какие-то газики получили мы безобразными когда я аммиак будет испаряться то он будет что у нас и за собой тепло потому что здесь мы говорим будет если мы сделаем при атмосферном давлении аммиак то его температура будет здесь какая минус 33 и 4 градуса так минус 33 4 он будет испаряться и этот процесс так называемое кипение начнется до при этом давлении при атмосферном давлении давление 1 атмосферы и будет уносить количество теплоты значит при испарении нужно огромное количество теплоты как так как вы знаете да когда ракета взлетает в космос отправляет там несколько ступеней то есть самое главное оторваться от земли поэтому для старта и выхода в космос нужно огромное количество топлива до берется с собой потом эти ступени так и здесь есть жидкости нужно создать такую энергию чтобы они выбрали выпрыгнули в воздух и уже там виталий эти молекулы в атмосферу поэтому с испарением забирается колоссальное количество энергии то есть уносится какое-то количество теплоты у испарения довольно колоссально значит лет при испарении где-то приблизительно я вам сейчас это напишу 1 килограмма аммиака 1 килограммами а можно охладить на 1 градус на 1 градус 300 где это приблизительно грамм воды то есть представляете сколько при испарении одного килограмма можно из охладить на 1 градус на 1 градус 300 килограмм воды на 1 градус мы хотим на допустим на 10 градусов значит тогда будет 30 килограмм воды понятно что или 10 килограмм или 10 до допустим то есть это уже варьируем просто я привел пример что при испарении забирается колоссальное количество энергии при испарении всего то есть процесс переходы из одной из одного агрегатного состояния в другое затрачивается колоссальное количество энергии поэтому можно использовать именно этот процесс при испарении забирается колоссальное количество энергии и тем самым что у нас происходит температура воды что будет понижаться мы ее хотим понизить на 10 градусов получить например температуру плюс 15 положим предположим плюс 15 нам будет достаточно а тем больше можем больше при испарении мы получили воду в стаканчике плюс 15 градусов получили все задачу выполнили выполнить но нам теперь надо сделать что же будем делать с этим момент ну что мы потом захотим следующий стаканчик а этот аммиак мы не можем в атмосферу выбросил правильно при испарении температура вот этих молекул будет такая же минус 33 4 то есть когда происходит фазовый переход до из одного агрегатного состояния другой температура не меняется это понятно да поэтому мы имеем какой-то объем газовой фазы аммиака с температурой минус 33 4 давайте теперь дальше нужно приложить какую-то энергию чтобы эту тему его как-то обратно сконденсировать жидкое состояние перевести сюда правильно даже замкнуть цикл как-то его на дозам поэтому мы должны используем первый закон термодинамики использовать энергию возьмем какую-то механическую энергию и возьмем его доведем мы имеем одну атмосферу доведем его до той температуры и того давления чтобы мы могли сконденсировать использую какую воду которую у нас есть полученную мы можем получить а какой мы можем получить плюс 25 градусов поэтому давайте вверху поставим делу тему сотру немножко поставим сверху стаканчик сейчас понижено немножко нависую какую-то емкость тоже здесь поставлю предположим так наберу в нее воды с температурой какой мы говорим плюс 25 градусов предположим имеем воду которую мы можем получить с помощью атмосферного воздуха охлаждает атмосферного воздуха любую другую воду что плюс 40 что плюс 50 мы можем охладить вот это все ниже не сможем самый жаркий период мы говорим так вот значит нам надо сжать аммиак до такого давления чтобы при температуре которая выше конденсации выше этой температур моего могли перевели стив же это понятно потому что мы имеем график их можно рассматривать много но я предложу вам всего лишь один попробовать запомнить значит это двухмерный зависимость у нас давление от температуры давление от температуры он имеет приблизительно вот такой вид где у нас находится в этой части в этой зоне у нас находится жидкая фаза жидкий аммиак а в этой но он находится у нас газообразный аммиак газ напишу поэтому зная какие-то точки мы можем найти где находится у нас какой зоне это газ или жидкость предположим если мы возьмем вот какую-то линию например точку как мы сказали минус 33 4 пусть это будет у нас значится если мы отсюда ну это здесь возьмем приблизить положим минус 33 и 4 на этой точке то вот эта точка значит будет у нас какой одна атмосфера абсолютная одна атмосфера эта линия нам говорит что в этой точке мы находимся на линии или насыщение или кипение или конденсации то есть о чем это говорит когда мы имеем какой-то стаканчик с аммиаком предположим да неправильно говорит это дюар сосуд специально рассчитанный с аммиаком закрытый так то когда у нас есть здесь газообразная фаза здесь жидкая фаза есть какое-то равновесие между молекулами газа и жидкости есть установилась какая-то температура какое-то давление вот вот когда температура достигает такого предела чтоб началось кипение а что такое кипение это образование пузырьков пара во всем объеме жидкости когда температура достигает такого состояния чтоб началось кипение то жидкость переходит состояние значит уже насыщенности понятно и переходит в пар сюда газики до переходе то и газ переходит состояние насыщенности то есть любое изменение температуры вверх начнется кипение любой изменение температуры газа вниз начнется его конденсация вот эта линия это обозначает понятно то есть например для воды у нас мы чайники дома воду кипятите допустим залили плюс 20 из крана до плюс 30 сколько там начинаете поставили на комфорку начинает вода нагреваться 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 доходит до температуры 100 градусов начинается насыщение то есть если чуть-чуть добавить тепла это все переходит в пару пару приставил получается 300 градусов если при 100 градусов чуть-чуть забрать тепла пар что начинает конденсироваться переходить в воду вот эта линия нам обозначает что это температура кипения и конденсации понятно вот это граничный переход из одного состояния в другое где у нас происходит испарение или конденсация понятно поэтому имея вот эти значения мы давайте определим приблизительно при какой температуре мы захотим конденсировать но предположим нам надо чтобы был какой-то зазор допустим температуру плюс 30 например плюс 30 возьмем для простоты плюс 30 надо температура конденсации при плюс 30 и по графику это давление где-то 10 и 7 пускай 11 где-то атмосфер 11 из выточных 12 абсолютно значит вот здесь где-то у нас будет давление 12 атмосфер это . будет соответствовать сколько сказал плюс 30 то есть если мы захотим чтобы плит при плюс 30 его скандинсировать нам надо сжать до давления такого 12 атмосфер давайте соберем тогда этот газ соберем его такой объем какой-то поставим сюда поршень возьмем на поршень надавим так переведем его какое-то состояние вот такое так сожмем увеличим плотность соответственно и давление значит давление у нас одной атмосферы вырасти до скольки 12 до 12 атмосфер мы получим здесь газ с давлением 12 атмосфер понятно возьмем сожмем а теперь имея газ 12 атмосфер мы смотрим график что если мы сейчас его направим и начнем охлаждать то он перейдет жидкость но что газ у нас при 12 атмосферах с температурой при сжатии что происходит в лично температура увеличивается поэтому мы имеем 12 атмосферы температуру я приблизительно напишу плюс 50 градусов по цельсию потому что при сжатии любого газа запомните всегда происходит увеличение температуры с увеличением давления происходит увеличение температуры понятно температура у нас увеличилась значит мы имеем если мы возьмем 50 градусов и 12 атмосфер это где у нас находится вот 12 атмосфер мы проведем до 50 где-то здесь предположим да то есть вот эта точка куда мы пришли до эта точка где у нас газ правильно а мы хотим ее сконденсировать значит что надо отобрать ее тепло и конденсировать мы будем при этом же давлении значит у нас процесс будет идти вот так охлаждаем 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 пока не придем в эту точку и что он здесь будет происходить масса выпадать в осадок ну что мы забираем у него энергию них нет энергии летать уже все он стал и упадет все молекулы упадут выпадут в осадок я имею в осадок это в жидкость понятно да то есть в этой точке мы сканденсируем захотим можем потом переохладить эту жидкость но в этой точке начнется фазовый переход и что мы тогда делаем берем этот газ так берем этот газ возьму красненький красненькая 5 5 газ такой был старился этот газ и берем мы поставим возьмем какую-то емкость здесь газ допустим сюда он начнет выходить заполнит полностью и начнет контактировать происходить теплопередача температура этого газа у нас 50 градусов да мы уже сказали 50 градусов 12 атмосфер согласно второго закона термодинамики переход тепла будет уже отсюда сюда правильно не сюда отсюда сюда этот газ что начнет охлаждаться как мы говорили охлаждается 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 пока не достигнет температура сколько 30 градусов и как только температура станет 30 градусов температура упадет до 30 градусов все эти молекулы начнет выпадать появится жидкость в этом сосуде появится же все эти многие молекулы что-то останется еще потому что они будут на линии конечно если он останется дальше температура этой воды что начнет расти расти то есть так как тепло переходит сюда то температура у нас повышается и станет ну например плюс 30 градусов допустим или плюс допустим если при 30 мы начну плюс 28 градусов коррект не быть допустим может бы да смотря какой объем воды сделаем большой объем воды будет плюс 26 маленький объем может и плюс 30 быть температура допустим понятно да есть вопрос мы получили жидкий аммиак здесь жидкость будет одолжение температуру плюс 30 до аммиак жидкий с температурой плюс 30 и давлением 12 атмосфер правильно теперь нам надо его обратно сюда вернуть давайте его вернем как мы это будем делать очень возьмем сюда опустим трубочку опустим трубочку в эту жидкость так поставим здесь вентилетчик поставим вентилетчик давайте поставим в эту сторону в эту сторону будет удобнее нужно оставить вентилетчик пока он будет закрытый за напишу закрытый и сбросилируем что такое дросселирование процесс дросселирования переводе сейчас мятия то есть расширение то есть это резкий сброс давления вы имеете что-то жаль взяли жаль шарик допустим воздушный зале там прижали потом и резко отпустили и воздух весь выпустили шарик понятно не плавно немедленно делаете отверстие резко это называется дросселирование то есть резкое расширение поэтому здесь для резкого расширения что у нас будет происходить при давлении когда мы уменьшаем да вы видите объем уменьшается а когда мы раскрываем объем газа что будет увеличивать поэтому мы сделаем более широкий проход и вернем его вот сюда вот по такой вот по такому трубопроводу сюда у нас выйдет жидкость сюда будет выходить испаряться газ значит что будет происходить мы возьмем откроем этот вентилетчик откроем и жидкость аммиака будет резко сбрасываться сюда и будет происходить испарение части жидкости и охлаждение ее до температуры если мы вот посмотрим в атмосферное давление будет бросать до минус 33 чит почему любое дросселирование газа происходит с понижением температуры запомните есть исключение 2 газа гелий и водород дросселирование то есть резкое расширение с большого давления на маленького водорода и деле температура растет все остальное все что мы расширяем температура будет снижаться запомнили если мы дросселирование насыщенную жидкость да вот представьте вы чайник дома вскипятили вода закипела вода закипела в чайнике представьте да и вы наливаете из чайника то есть насыщенная жидкость да то есть чуть-чуть тепла добавьте будет происходить переход из жидкости в пар вы наливаете это в чашку что вы видите что вместе с жидкостью происходит резкое испарение еще и пары то есть если мы хотя здесь дросселирование особо не происходит но это как пример такой да может быть в чайнике чуть выше давление чем у вас чашки то есть любое снижение давление жидкости которые находятся уже на стадии вот вот я сейчас буду выбрасывать сюда в газ свое вещество если сбросить давление на а хорошо давайте выбросим все что нам не надо и часть жидкости перейдет в газообразное состояние понятно если мы находимся на линии насыщения понятно как в трамвай когда забились так селедки если жара никому неудобно только двери открыли тут выкинули все кто если вроде холодно зима стоять все в шубах двери открыто вроде и хорошо как-то тепленько всем то есть и не надо потому что еще мы не на линии насыщение как только вот уже хочется понятно да то произойдет расширение и часть жидкости произойдет испарение эта часть обычно занимает разное количество зависимости от этой температуры которую мы давление температуры я скажу так приблизительно произойдет сразу же при доселировании скажу где-то допустим 10 от 10 до 30 процентов перейдет газ ну и соответственно 97 90 у нас 70 это будет жизнь то есть можно с дросселировать и вот до 30 процентов может перейти в газ в зависимости от давления температуры поэтому часть сразу же испарится и ведет сюда в поршень а часть останется здесь при температуре минус 33 4 ну что если мы дросселируем до этого давления температура падает согласно графика до этого давления если мы будем дросселировать до другого давления допустим мы захотим 2 атмосферы допустим или например сейчас давайте вот посмотрим до двух атмосфер то температура будет выше например при двух атмосферах атмосфера минус 10 градусов то есть мы до скольки захотим за секрет расселировать и найдем подать температуру которую нам надо понятно таким образом мы за циркулировали и закрыли эту схему и как мы видим что мы получили в итоге мы получили имели плюс 25 получили плюс 15 имели температуру плюс 25 получили плюс 28 то есть мы создали систему обратного цикла то есть второй закон термодинамики не нарушая отдали тепло от например менее нагретом и более нагретом предположим да то есть мы получили плюс 15 плюс 28 ну реально здесь температура обычно для охлаждения берутся больше чем здесь где-то плюс 20 здесь где-то плюс 30 где-то в жизни в реальности да и мы грубо от плюс 20 отдали плюс 3 как если уже кто-то тоже понятно теперь вопросы есть давайте значит дальше рассмотрим как это сделать динамики мы же не хотим захолодить только одну какую-то емкость воды правильно мы же хотим это в динамике надо мы хотим сюда подлить ее постоянно подливать с каким-то расходом до же каких-то там килограмм в час тонны в час правильно и потом ее куда-то сливать расходовать нагревать и потом опять возвращать возможно да то есть надо это все сделать в динамике на поэтому для этого есть холодильные машины вот то что мы используем для вот эту воду и потом ее используем где-то в цикле ну например для кондиционирования воздуха да можно поставить вентилятор эту воду пустить какой-то колорифер дуть вентилятором воздух через этот колорифер получать холодный воздух можно где-то в промышленности ее использовать каких-то конденсаторах для производства например жидкого кислоты речи или каких-либо других продуктов в общем масса вариантов так вот этот промежуточный теплоноситель который здесь получает скажем так становится холодным где-то получает тепло забирает от чего-то возвращается сюда в холодильную машину называется как называется хлада носитель холодильный носитель значит холодильные носители бывают разного типа самый простой это вода чаще всего она используется как потому что более дешевый вещество более дешевое вещество но ее минусы потому что мы хотим испарять с помощью специального агента то она не должна замерзать так температура замерзания и 0 градусов поэтому тот агент который мы используем и испаряем его бы температуру испарения подобрать бы такое давление чтобы он испарялся выше нуля да потому что если мы проморгаем просто что мы ее превратим в лед лед расширяется мы до стаканчик что разорвет выйдет из строя поэтому могут использоваться вода либо какие-то растворы связанные с этой водой такие как называется рассолы то есть это раствор каких-либо неорганических солей в воде таких как на трехлор поваренная соль кальций хлор 2 реже магний пор 2 у них температура замерзания от нуля от нуля градусов до там минус 50 градусов по цельсию то есть принципе здесь уже более широкий спектр исследования использования это называется холодильный носитель то вещество которое у нас испаряется и ходит в цикле здесь испаряется рабочие такое называется значит это у нас холодильный здесь уже продолжу холодильный носитель или хладоноситель давайте уже так коротко как и вы можете встретить написание ладу носитель то есть носитель повода до куда-то слушаем дальше теперь вещество которое агент который у нас крутится называется хладаген или хладон понятно да холодильный агент хладаген значит какими свойствами должен обладать хладагент одним из серьезных свойств это высокой теплотой испарения до чтобы мы могли как говорится из истратить его мало до на перекачку что то что надо сжать это количество то есть чтобы одного килограмма хватило не на 300 килограмм воды она 500 600 700 килограмм воды например да то есть высокая теплота испарения ну и какие-то другие свойства которые сейчас не буду одни мы уже один из них знаем это аммиак другие наиболее широко используемый которые в бытовой технике применяется в бытовых холодильниках это фреоны вы все слышали до 3 он название да это вещества которые содержат разные элементы галогенов в углеводородов то есть это углеводород и галоген замещенный углеводород в нем один из элементов водорода замещен на какой-то галоген галоген это хлор тор бром йод и так далее значит это элементы которые используются вещества которые используются бытовой техники значит допустим аммиак по сравнению с ними более выигрышный потому что у него теплота испарения в 6 12 раз выше чем у фреон то есть здесь нужен один килограмм допустим да если мы хотим то фреона нужно 6 12 до зависимости от фреона внушить целый ряд этих фреонов они обозначается там какой-то r и какая-то цифры который обозначает этот фреон их большое количество аммиак r 717 обозначается в технике понятно да поэтому но фреоны используются в бытовой технике они более безопасны и горючие и запаха мяг конечно где-то в быту использовать но уже тяжелее поэтому он больше используется в промышленности хотя более выгодны с точки зрения например по теплоте испарения так понятно так мы теперь разделили что такое хладоноситель хладоаген да понятно да и это все это холодильная установка так вот если мы это все за таким теперь в динамике и нам надо это все в динамике перевести в промышленную установку который рассмотрим в следующий раз